Дням славянской письменности и культуры посвятили в этом году и фестиваль «Славянское подворье». В парке «Березовая роща» изготавливали обереги, осваивали древние росписи, отвечали на вопросы о традициях и, конечно, представляли славянскую литературу. Тема продолжит Наталья Цопина. Вот букварь. Единственное, что видят, какую ошибку, то что мягкого знака нет. А так-то остальное очень удобно читать, почти как наше. Марина Николаева рассказывает, сегодня на праздник приехало немало людей, которые когда-то учились по этим букварям. Письменность, которая была создана более тысячи лет назад, она и есть объединяющая начало для всех народов, которые сегодня на подворье представлены. И русские, и украинцы, и белорусы. Объединиться помогают и славянская письменность, и национальные блюда. Украинское подворье представляет сало. София Федоровна вздыхает. В этом году не успела напечь поленицы, традиционные лепешки. Дети, внуки, правнуки, ой, бабуля, пострепушки вкусные. Лучше на украинском языке разговаривать, песни украинские. Те, кто хочет учить языки, имеют такую возможность не только во время праздника. Можно к нам приходить в центр и обучаться белорусскому языку. А также у нас проходит порядка раза два в год по белорусскому языку семинары с привлечением преподавателей из Белоруссии, из Белорусско-российского университета. В Новосибирской области есть населенные пункты, в которых большинство жителей одной национальности. Вот деревня Колбаса, например. Это чисто белорусская деревня. В Бескотимском районе немало белорусов живет. Вот оттуда еще. Понятно, что многие из них, молодое поколение, тратили язык, но к культуре все равно тянутся. Проводят фестиваль при поддержке Министерства региональной политики. Собирают гостей уже 11-й год. Приезжают даже поляки. Славянская семья большая. Всегда призываю следующими словами великого украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко, который позапрошлым столетия сказал «Убнимитесь, браты мои, молю вас благаю». И эти слова сегодня как никогда актуальны не только для украинца, они актуальны для всего славянского сословия. В следующем году славянскому подворью быть, уверены организаторы. Но порадовать хотят не только горожан. В планах получить грант и устроить большой областной праздник. Наталья Цопина, Евгений Агеев. Новости ОТС.